Народ смотрит, значит, народу нравится этот стиль. Они здесь увидели, вон там, балалайку, они увидели тут колесную лиру. Девчонок в правильных костюмах, кстати. Народ дуркует. Людям нравится, что народ дуркует. Я счастливый человек, я свое хобби превратил в профессию, чем вот очень доволен. Мы вышли из дома, когда во всех ходах погасли огни. Один за дни мы видели, как уезжает последний трамвай. В 2002 году супруга подарила мне книгу с чертежами. Ну и вот с этого времени я начал делать музыкальные инструменты и музыкально образовываться. Я решил, что я по чертежам сделаю валынку, и у меня будет валынка. Сделал валынка, не играет, не строит между собой. Я работал тогда в школе-интернате номер один для детей-сирот, а у меня рядом был балалайшник Константин Харитонов. Он очень увлекся этой идеей, что Сережка, значит, в мастерской делает валынку. И он два раза в неделю помогал мне, собственно, настраивать музыкальный инструмент. Мучились мы, наверное, около полугода. Мы валынку сделали, это был первый инструмент. Ну а потом колесная лира, гусли, гудочки, арфа и прочее. Ну, опять же, супруга говорит, Сереж, народ жаждет знаний. Нужно делать музей забытой музыки, ну и, собственно, рассказывать про музыкальные инструменты народу. Значит, у нас такими дудками ходили на покос. Пришли, покосили, домой так же весело вернулись, колюку выбросили. Дуем вот сюда, тихо-тихо. Сначала, вообще-то, мы назвали музей старинной музыки. Но музей старинной музыки, он сразу сбивает на средневековую музыку, европейскую, скажем так. Поэтому мы посчитали, что название неудачное, и решили, что музей забытой музыки. Потому что действительно так, музыкальные инструменты мы можем возродить по образцам, по этнографическим, археологическим находкам. А вот музыку, к сожалению, ту, которая была до 15 века, мы уже не можем. Воссоздать можем только предполагать, ну, или выдумывать, собственно. Но я себя считаю больше инструментовед. Инструменты, которые я делаю, я на них играю. Немножко. То есть я себя называю музыкант по неволе. Мне очень интересно рассказывать. Я не знаю, я нашел свою форму рассказа. Не классическая, да, лекция-концерт я называю. Я провожу иногда 15 экскурсий за день, и супруга вот всегда говорит, я не понимаю, как ты можешь одно и то же. Я говорю, ну, это не одно и то же. Люди меняются, и каждая экскурсия, она уже по-другому. Вот, дедушка саксофона. К сожалению, все эти музыкальные инструменты, они у нас не преподаются на кафедре народных музыкальных инструментов в различных училищах. У нас там балалайка, домра и баян. И все три музыкальных инструмента, вообще-то, имеют небольшое отношение к народным. А настоящие музыкальные инструменты, типа кухиклы, калюки, там, гусли, они у нас, вообще-то, в таком законе пока. Хочется, чтобы у нас преподавали настоящий народный музыкальный инструмент. Какой самый старинный инструмент среди вашей коллекции? Ну, если русский народный, ну, если археологию брать, то это гудок. Мелодию исполняют на одной струне, прикладывая сбоку ноготочек. Интерес к фольклору, он однозначно гораздо выше, чем был когда-то. Мне очень нравится сидеть, именно копаться в документах 19 века. Когда я начинал работать, было достаточно сложно. Ну, во-первых, и интернет не очень развит был, и самой информации было не очень много. Вот за эти годы, пока я работаю, да, у нас огромный сдвиг в этом отношении. Цифруют в библиотеке свои материалы и выкладывают их в интернет. Есть очень много пособий уже, как делать музыкальные инструменты. Я всегда получаю отдачу. Пока еще не было экскурсии, чтобы у меня вот люди уходили, и им было неинтересно. Они видят, что у нас огромное количество народных музыкальных инструментов. Я не знаю, некоторые ездят в Европу заработать, да. Я считаю, что я должен работать в России, потому что я занимаюсь русскими народными инструментами, и русские люди ничего не знают о нашем русском народном инструментарии. Есть мечта, чтобы музей забытой музыки когда-нибудь стал отдельно стоящим зданием. Мастерская, где делают музыкальный инструмент, и поисточный зал, в котором инструменты звучат. Как у меня недавно девочка тут была, она сказала, такой музей должен быть в каждом городе. В принципе, я с ней согласен. Такой музей должен быть в каждом городе.